почему виктория ньюман это аналог навального во вселенной сериала пацаны что она задумала как дальше будет развиваться ее персонаж что же нам покажут в третьем сезоне жевали штурмфронта и черный нуар все это мы обсудим в этом ролике огромным плюсом формата объяснения концовки является тот факт что я могу не бояться спойлеров и я знаю что вы сюда пришли уже посмотрев этот сериал так что давайте обсуждать его в комментариях не боясь спойлеров где мой сын всем привет с вами как всегда джаз тылья и не забывайте подписываться на этот канал если вы тут впервые а если не впервые то нажимаете колокольчик пацаны с бусте с вами я поговорю чуть чуть попозже а для тех кто изголодался по кино контенту и не знает что посмотреть в ближайшее время то тогда вам обязательно надо познакомиться с одним очень интересным каналом на ютубе это канал cinema тв его автор использую качественный материал приятную музыку и крутой монтаж расскажет что по его мнению достойно вашего внимания уникальная атмосфера гарантирована не верите посмотрите сами ссылка есть в описании и в подсказке становитесь частью сообщества cinema тв и смотрите только лучшее потому что я сейчас пойду в соседнюю комнату твоей дочери и размажу и череп а потом найду двух твоих сыновей их жен и их детишек финал второго сезона пацанов порадовал нас не только зубодробительным экшеном множеством взорванных голов но и неожиданными сюжетными поворотами последняя серия закрывать большое количество сюжетных линий и казалось бы подводит их к своему логическому завершения я предлагаю вместе со мной вспомнить основные моменты концовки второго сезона обсудить их и понять что же мы такое увидели а тут настоящие герои это вы штормфронт и ее нацистское прошлое одним из важнейших персонажей этого сезона является штормфронт и как мне кажется она еще не раз поучаствует в сюжете третьего сезона финальная серия пацанов прекрасно проиллюстрировала коварную природу штормфронт которая на протяжении всего сезона внедрила в голову людей идею геноцида белых а кульминации стало ее заявление о том что многим людям действительно нравится то что она говорит и они просто боятся самого слова нацист к самим идеям они испытывают исключительно комплементарное чувство люди разделяют мои идеи они в них верят им просто не очень нравится слова нацист всего ты никогда не спрашивал меня почему люди следуют за мной потому что в глубине души они такие же как я однако благодаря расследованию со стороны хьюи и starlight конечно же не без помощи поезда а штормфронт наконец-то публично разоблачена как монстр суть которого мы успели понять еще во второй серии второго сезона мне показался занятым тот факт что мемы которые сделали штормфронт популярной среди людей сыграли с ней злую шутку потому что когда все узнали о ее прошлом такие же мемы только направленные против нее уничтожили ее публичный образ что касается дальнейшей судьбы штормфронт золотое правило кинематографа и сериалов гласит никто не умер пока мы не увидим его смерть и хотя штурмфронт сильно обгорелой и у нее теперь не хватает некоторого количества конечностей она каким-то образом все еще жива и и естественно могут обвинить в нападении на конгресс и использовать в качестве козла отпущения для всех проблем корпорации волк гроза была нейтрализована и в данный момент содержится в засекреченном месте что там получилось хоумлендер что хочу то и делаю после смерти бекки бутчер и хоумлендер почти схлестнулись друг с другом из-за ребенка но прежде чем хоумлендер успевает убить бутчера мэйв угрожает хоумлендеру видеозаписью на которой он покидает самолет полный людей условия которые ставят перед хоумлендером мэйв заключается в том что он должен отпустить райана прекратить охоту на starlight и оставить мэйв и елену в покое или она передаст отснятые материалы прессе именно угроза общественного осуждения и потери культового статуса любимчика поколения которым он так наслаждается наконец заставляет хоумлендера отпустить всю эту ситуацию в этом нет ничего удивительного гигантская эмоциональная пустота в его душе никогда не будет заполнена ни одним ребенком если что буквально на днях у меня на канале вышел ролик где я поэтапно объясняю почему хоумлендер на самом деле не злодей ссылка на этот ролик есть в описании и естественно в подсказке они уже сняты целая куча роликов и все они в основном концентрируются на его способностях или на том что как по мне вообще не имеет значения вроде знаете происхождение какую сыворотку ему вкалывали как он себя повел в комиксе какие были отличия от комикса и всякое вот такое а теперь мне хотелось бы поговорить с вами о персонаже виктории ньюман потому что как по мне ньюман теперь самый интересный персонаж в этом сериале смотря на этот сезон после просмотра всех серий и я начинаю понимать что авторы давали нам подсказки на протяжении всех серий как минимум то что ее фамилия ньюман и если дословно перевести то это новый человек что-то вроде сверх человека финальная сцена последней серии сезона содержала в себе неожиданный маленький сюрприз конгрессмен виктория ньюман яростная противница корпорации волк виктория сама оказалась супером и так как во вселенной сериала пацаны люди не становятся супергероями просто по воле случая это значит что родители виктории ньюман когда-то там еще в ее детстве подписали контракт с корпорацией волк те на протяжении некоторого времени накачивали ее препаратом в и по всей видимости она не получил никаких примечательных суперспособностей которые можно распознать сразу продержала естественно все это в тайне возможно именно из-за этого она затаила какую-то обиду на корпорацию волк и вот таким вот примечательным образом она контролирует политическую жизнь америки но я по большому счету многое здесь просто предполагаю в эпизоде мало что раскрывает ее мотивацию но кроме того что это классический пример того как оппозиционная власть находится в зависимости от основной власти путин путина путин с владимир пусть путин путина путин потому что убери основную власти и ты уже не сможешь быть оппозиционером ей определенно выгодно чтобы волк процветала ведь именно так критикую волк она множит свой политический капитал также стоит упомянуть что ее решение убить главу церкви вместо того чтобы сделать ему знать одолжение за предоставленную информацию не сулит ничего хорошего ни для кого особенно для бедняги хьюи который решил устроиться на работу в ее предвыборную кампанию ведь рано или поздно он точно наткнется на некоторые доказательства ее поступков хьюи и другие персонажи финал второго сезона пацанов как бы отводит его из этой знаете токсичной среды бутеровской тусовочки он в принципе начинает все с чистого листа говоря чистых листах у всех пацанов он есть бутчер и его команда теперь не враги номер один для всей страны что по сути своей это значит закончат ли они бороться с корпорацией волк и супергероями на первый взгляд кажется что многие истории этих персонажей на самом деле подведены к логическому завершению химика и французик празднуют идя танцевать молоко матери снова может наслаждаться домашним уютом а бутчер вероятнее всего будет узнать и размышлять хмурится ну пока не переживет смерть своей жены и скорее всего ему все-таки придется скрываться чтобы избежать нападок со стороны волк а также принять тот факт что убийца его жены теперь по сути для него самый близкий человек в общем финал второго сезона пацанов кажется завершенным то есть как будто бы дальше и не должно быть продолжение корпорация вот по-прежнему позиционируется как главный злодей но осталась целая куча вопросов ответы на которые мы получим только в третьем сезоне и это не единственный твой грех давить ведь у виктории ньюман есть все шансы чтобы начать эту войну снова черного нуара так и не раскрыли и по-прежнему интересно на что же все-таки готов подводные для того чтобы вернуться в семерку третий сезон пацанов остается для меня такой же загадкой есть много мыслей но я не любитель предполагать вот смотрите что такое теории из ради там вообще теории фанатские теории что такое фанатские теории смотрите вот смотрите австралии не существуют доказательства и факты прошлых роликах я вас спрашивал перевести пожалуйста эту надпись я думаю он часто как надпись там типа на древней шумерском показываю вам картиночку джуз дует джуз дуст илья дуст илья канал переименовываться в дуст илья и я не любитель комиксов поэтому мне придется ждать целый год до выхода третьего сезона единственное что я знаю точно у нас теперь есть крутой новый злодей виктория ньюман и нам будет интересно смотреть за ее политической карьерой ну а сейчас настало время отблагодарить моих спонсоров с бусте если и у вас есть желание поддержать мой канал то ссылка на бусте есть в описании и я говорю спасибо этим ребятам инкогнито димитрий руссо слан w максим павлов алексей овсянников бивак 3 и денис виноградов еще раз хочу напомнить что совсем недавно у меня вышел интересный разбор на саму личность хомлендера не забывайте что в первую очередь мы здесь дискутируем то есть можете писать в комментарии все свои размышления насчет концовки второго сезона всем спасибо за внимание не забывайте подписываться на канал с вами был джаст илья всем пока спасибо за просмотр!